Пандемия коронавирусной инфекции нанесла огромный урон туристической отрасли во всем мире, но в этом году послабление ограничений, открытие границ и всеобщая кампания по вакцинации позволяет возобновить деятельность субъектов туризма в Кыргызстане. На объектах туризма введены, распространены санитарные требования по санитарным правилам и нормативам, которые должны соблюдаться на сегодняшний день. И приняты алгоритмы действий уже четвертый раз. И самыми актуальными сейчас, вот вы знаете, все мы вакцинацию проходим, и мы советуем всем туристам тоже проходить вакцинацию, не только туристам, но и нашим сотрудникам, которые сейчас непосредственно занимаются, работают, общаются с туристами. Также отмечается, что туристический потенциал Кыргызстана реализован всего на 20%. Сегодня предприниматели, работающие в сфере туризма, предлагают множество разнообразных возможностей для туристов. Особенно в условиях пандемии Кыргызстан может стать идеальной страной для восстановления здоровья после перенесенного заболевания. Кыргызстан – идеальное место, где можно восстановить организм в постпандемию, да. То есть это рекреация, полная рекреация организма. Есть несколько видов у нас рекреации, да. Если вы хотите термальными источниками оздоровиться, то, пожалуйста, у нас идеальное климатические условия и место. Есть солевые лечения, да, спелеотуризм мы называем. Есть, значит, грязевые лечения, да, которые в комплексе помогут. Минералы наши, воды, термальные источники помогут полностью оздоровить организм. Традиционно в Кыргызстан приезжают туристы из стран СНГ. Это Казахстан, Узбекистан, Россия и другие. Всего с начала года, по данным департамента, страну посетило около миллиона иностранных туристов. Но, как отмечают в департаменте, фактически туристов гораздо больше. У меня такое ощущение, что вся Европа сейчас, да, вот, потянулась к нам, потому что мы сейчас работаем, значит, на местах, даже на контрольно-пропускных пунктах даже. 16 июля, значит, мы расширили 33 страны, да, сейчас могут к нам прибывать 67 стран. Почему они хотят наземным путем? Потому что у нас Центральная Азия очень такая локация, да, где если турист приехал, то он может комбинированные туры. Субъектами же предпринимательства, задействованными в сфере туризма, ведется работа по облегчению налогового времени, убращения получения кредитов. Но при этом перед ними поставлены определенные задачи по соблюдению требований безопасности и предоставлению качественных услуг.